Я начал рассказывать о Евровидении очень давно и в своих публикациях упоминал эту тему неоднократно и всегда говорил одно. Ребята, возьмите историю Евровидения. За 50 с чем-то там лет вы найдете 10 хитов, которые стали мировыми. Вы найдете несколько там, ну там, десяток исполнителей, которые вышли за 50 лет. Ну то есть это очень маленький процент, называется это, знаете, в иностранном драгоне выхлоп, очень маленький процент состоявшихся звезд. Никто не помнит этих лауреатов, никто не знает их и знать не хочет. По большому счету, если бы этот конкурс действительно делал победителей звездами, я думаю, что он бы имел совсем другой статус и другое значение. Я могу перечислить некоторых из них. Девочка из Риги, которая победила там с русской фамилией, она ее знать никто не знает. Эти два дедушки, которые из Голландии играли кантри-музыку, их понять никто. Я не знаю, что сейчас делают финские ряженые. Я вообще понятия не имею, где они все эти звезды, куда они растворились. Конкурс, если он не дает результата, он абсолютно никому не нужен. И поэтому ставить на него, рассказывать о нем, говорить о нем или там зацикливаться на нем и устраивать массовую истерику на Первом канале по поводу того, что нашего победили, засудили, да какая разница, конкурс никакой. Большего результата, допустим, или больший выхлоп, опять же, говоря этим языком, тот же самый Сан-Рема, хотя он чисто итальянский конкурс, оттуда вышло больше звезд и оттуда вышло больше песен. И мало того, что Евровидение Слизансов Сан-Рема сделан по образу и подобию, но еще и по отдаче песен, которые стали мировыми хитами, на Сан-Рема больше одна страна Италии отдала. А итальянские, скажем, артисты очень долго не ездили на Евровидение, потому что пытаться угодить ирландской домохозяйке для итальянца это выше его гордость, это удар ему прямо под дых по его самомнению. А если ирландская хозяйка не проголосует, то итальянец не может победить с любой песней. Но они голосуют как? Там есть такое понятие коллективное голосование. Все англоязычные исполнители, почему сейчас все поют на английском? Потому что большинство голосующих стран англоязычные. Там, скажем, Британия, крошечная Британия вдруг имеет, допустим, 5-6 голосов. И плюс еще к этому идут все, кто пытаются угодить британской музыке. Почему она стала настолько популярной? Мы же, никто же не пытается разобраться в этом феномене. Если вы возьмете пластинку «Песня года 50-го года», в ней английских песен ровно столько, сколько и было, должно быть одна песня из десяти. Раньше Европа представляла из себя многоликую, многоголосую какую-то большую конгломерацию людей, которые шли со своей культурой. И там вы видите чешские, французские, испанские песни на этой пластинке. Если вы возьмете буквально через 30 лет ту же самую пластинку сборную, вы увидите, что там 90% на английском языке. Почему? Все запели по-английски. Группы, которые мы знаем и которые мы считаем английские, на самом деле, там Аха, это норвежцы, там СОБС, это шведы и так далее. Это все группы из других стран, которые используют английский язык как основной в песенном творчестве своем. Почему так получилось? Потому что англоязычная культура была поддержана мощным каким-то таким шквалом, культурным шквалом, который навалился на нас после Второй мировой из Америки. Если вы возьмете, скажем, вот я как-то взял однажды пластинку 54-го года, американскую, лучшая песня Америки за 54-й год, мне ее подарили с днём рождения. Я ее послушал, мы не знаем ничего оттуда. Это вообще для нас была музыка, стоящая настолько далеко, мы понятия не имели о том, что они там поют и как они поют. Но после этого, буквально вот именно с этого момента, с появлением рок-н-ролла, когда он перешнул через океан, вдруг ни с того ни с сего вот эта волна накрыла Европу. И сейчас, скажем, формат Евровидения подразумевает пение на английском языке. Мы опять отправляем туда нашего паренька, который будет пытаться доказать ирландской домохозяйке, что он может петь не хуже, чем ирландские исполнители. Она в очередной раз скажет, ну и молодец, но у меня есть свои, зачем ты мне нужен? Если ты будешь пробиваться на Олимп, то ты столкнешь моего пацана с этого Олимпа, займешь его место, а мне это не надо. Мой пацан лучше поет по-английски, мой парень, которого я люблю, и которого он ирландец. Они же тоже винисты в определенном. Он лучше поет по-английски, он лучше произносит слова, и он оттуда, из нашей рубинки. А ты непонятно кто ком с горы, взял, по-нашему запел и пытаешься столкнуть нашего парня с пьедестала. Соответственно, нас просто не пустят с этим материалом. Но мы можем занять свою нишу, такую, как занимают, скажем, те же итальянцы на Евровидении. Никакую, то есть. И можем занять ту же самую нишу, которую занимают итальянцы в Европе. Это очень высокая планка, это вот своя собственная ступенька, на которую итальянцы давным-давно встали и спокойно на ней себя чувствуют. Тина Тернер поет «Сарамадзоти», и он не поет по-английски вместе с ней в дуэте. А она считает престижным спеть «Сарамадзоти» дуэт на английско-итальянский, допустим. Ардриано Челентано продолжает петь по-итальянски и совершенно поплевывает на тех, кто говорит, что неплохо бы спеть по-английски. Но дело в том, что его хиты стоят в рейтингах Ютьюба так же высоко, как хиты любых других звезд. Почему? Да потому что он самобытен, он интересен, и он не собирается ни под кого прогибаться. Как только мы перестанем прогибаться, мы тоже будем интересными.